А Юлию Тимошенко и в российской, и в западной прессе уже успели окрестить Ходорковским по-украински. Как из газовой принцессы она превратилась в политического заключенного, расскажет Родион Мариничев. Родион. Здравствуйте, коллеги. В Печерском суде Киева приговор Юлии Тимошенко сегодня начали зачитывать с самого утра. Причислив все провинности экс-премьера и сделав несколько перерывов, судья Родион Киреев, наконец, произнес слова, которых так боялись на Украине. Причислив все провинности экс-премьера. Вот обратите внимание, Тимошенко демонстративно не слушает судью и обращается к журналистам, но через них ко всей стране. Ее слова о том, что на Украину вернулся 37-й год, уже стали главные с этой дня. И, в общем, сколько бы ни упрекали экс-премьера в ангажированности, нечестности, ну а то и в крупном воровстве, в одном ее точно не упрекнешь в манере держаться. Тогда, в горячие январские дни 2009-го, когда Тимошенко приехала в Москву улаживать газовый конфликт с Россией, пресса, конечно же, писала о долгожданном примирении, о новых ценах на газ, которые приняла Украина, о нервозной обстановке в Кремле, но только лениво обошел вниманием шикарное черное платье Юлии Тимошенко с молнией во всю спину. Кажется, самого премьера Путина оно не оставило равнодушным. Добрый вечер. Хотим проинформировать вас о том, что в ходе переговоров удалось достичь договоренности о том, что в торговле природным газом Россия и Украина переходят на европейскую формулу образования цены. Да, действительно, переговоры были очень нелегкие, но мы пришли к взаимопониманию, которое дает возможность подписать все контрактные документы. Мы дали поручение руководителю НАК нефтегаза и Владимиру Владимировичу руководителю Газпрома до понедельника подготовить весь пакет документов и оформить все так, как это было сегодня договорено на переговорах. Таким образом, именно Юлия Тимошенко, подписав газовые контракты, решила проблему, которая уже начала превращаться в ощутимый для всей Европы топливный кризис. Ну и хотя в Киеве многие были не слишком довольны уступками Москве, простые украинцы миссию Тимошенко одобрили. По крайней мере, она спасла их дома от умерзания. Закрепив за собой титул газовой принцессы, тогдашний премьер начала активно готовиться к президентским выборам. Фактически, ей пришлось лавировать между двумя соперниками, действующим президентом Виктором Ющенко и будущим Виктором Януковичем. Голоса избирателей разделились практически поровну. Тимошенко традиционно поддержал Запад, но Януковича Восток. Уступив сопернику только 3%, железная леди Украины ушла в оппозицию, не меняя имиджа и поста. Но это продолжалось недолго, уже через месяц после победы Януковича. Тимошенко отправили в отставку, а еще через месяц ее сменщик, новый премьер Николай Азаров, заявил, предыдущее правительство нанесло стране ущерб 100 миллиардов гривен. И за это смещенная глава Кавмина должна нести ответственность. Против Тимошенко начали возбуждать дела и новые, и закрытые ранее. Вновь всплыли истории о попытке дачи взятки, о растрате денег, полученных после продажи квоты на выброс парниковых газов в рамках Киотского протокола. Но раскрутить удалось только дело по газовым договорам от 2009 года. Сначала многочисленные вызовы на допросы в прокуратуру, затем уже в августе в заключении даже Россия не вступалась так явно за свою, казалось бы, бывшую союзницу. Но даже тогда еще казалось, что Тимошенко и на этот раз выйдет сухой из воды. Вот теперь стало понятно, что Украина все-таки осталась без сильного оппозиционера, который в своей популярности до сих пор может потягаться с самим президентом. Именно поэтому украинская оппозиция восприняла сегодняшний приговор как снаряд в свой окоп. Первыми, наверное, заявили в основном согласии представители нашей Украины, по партии которого возглавляет бывший президент Виктор Ющенко. Фактически они повторили тот же самый тезис о том, что с вынесением вердикта Юлии Тимошенко в стране уступилась диктатура. И призвали оппозиционные силы для объединения и совместных действий по сопротивлению. Правда, никто пока не может понять, как и против чего украинская оппозиция намерена сопротивляться. Политическим делом Тимошенко назвали почти все, и даже те, кто признает грехи за железной леди, теперь по-человечески ее жалеют. Все-таки 7 лет в тюрьме для женщины срок огромный. Европейские политики, собственно, защищали экс-премьера украинского с самого начала. Ее, напомню, пытались арестовать еще в мае. Но к зданию генпрокуратуры тогда съехались иностранные послы, а президенту Януковичу буквально оборвали телефон. За Тимошенко вступался даже глава Европарламента Ежи Бузак. Теперь после оглашения приговора в Еврокомиссии развели руками. Украина еще дальше отодвинулась от запада и, видимо, все больше поворачивается к востоку. Спасибо, Родион. Это был Родион Мариничев о приговоре Юлии Тимошенко. В вечернем выпуске вернемся к этой теме. В 21 час в киевскую студию придут участники газового конфликта. Представители автогаза и депутаты Верховной Рады. Не пропустите.